Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Калашникова, я тренер Большого Международного Конного Клуба Продар. Сегодня мы решили обсудить с вами тему наказаний поощрения лошади. Тема эта очень актуальна как для профессиональных спортсменов, так и для новичков. У нас всегда бывают на тренировках такие ситуации, когда что-то пошло не так. Лошадь нас не слышит, не слышит наши команды, она возбуждена, она пугана, что-то не получается, вот уже на носу соревнования, а мы все никак не можем сделать ровный вольт. Садник в этой ситуации, конечно, раздосадован и назревает конфликт. В этой ситуации что мы должны сделать? В первую очередь мы должны сказать себе стоп, и подумать, почему же вдруг случилась с нами такая неприятная история, почему моя лошадь меня не слушается. Как правило, в 99% из 100 у лошади есть причина для плохого поведения. У профессиональных спортсменов часто это бывают завышенные требования, которые они предъявляют к своей лошади, и лошадь просто еще не готова выполнить то или иное упражнение в силу того, что она недостаточно подготовлена, мало отлетирована или просто по какой-то причине ей тяжело, она может устать или просто не выспаться. У новичков это могут быть ошибки в управлении, неправильная посадка, неправильный баланс. Лошадь не может нам сказать о том, что ей сегодня не очень удобно наше снаряжение, мы сидим как-то не так, может быть у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, болит голова, она плохо себя чувствует. Будьте к своей лошади внимательны и чутки, и тогда вам не придется ее наказывать. Ну и теперь более приятная, скажем так, часть это награды и поощрение лошади. Конечно, мы всегда стремимся радоваться успехам нашей лошади вместе с ней и стараемся поощрять ее за малейшие успехи для того, чтобы закрепить тот или иной момент, который желателен для нас. Наш клуб – территория счастливых лошадей и счастливых людей. Мы не обращаемся со своими лошадьми жестоко, не используем строгие средства воздействия и не приветствуем это от наших гостей и от всадников. Лошадь с благодарностью запоминает наши ласковые слова, оглаживание, вовремя отданный повод, кусочек лакомства. И в другой раз она будет гораздо больше стараться выполнить для нас даже самое сложное упражнение. Бывает, к сожалению, не другая крайность, когда всадник от избытка чувств слишком эмоционален и очень много угощает свою лошадь или начинает вести себя с ней как с маленьким домашним животным. Нужно не забывать о том, что все-таки лошадь – это большое, крупное, пугливое животное, и оно должно быть в первую очередь безопасно для всадника, также и для человека, который работает с ней с земли. Поэтому всегда будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности и во всем соблюдайте золотую середину.